Льедовки, Чехия, История по закону Сбойник Петрачек Льедовки, Чехия 25 июня 2019 года Выражение «война вокруг памятников» иногда окажется преувеличением, по крайней мере в нашем случае. Ведь тут никто не сносит военные мемориалы. Скорее речь идет о составляющей культурной войны, в которой страны даже по прошествии десятков лет стремятся отстоять свою версию истории, свою позицию, свое понимание почтения и права на него. Все это относится, например, к спорам вокруг памятника маршалу Каневу в Пражском районе девицы. Чешская сторона, то есть администрация округа Прага-6, не хочет памятник сносить, переносить или портить. Власти признают важнейшую роль маршала Канева при освобождении Праги в 1945 году и просто разместил рядом с памятником табличку, в которой описываются перипетии жизненного пути маршала, в том числе и отрицательные моменты, такие как кровавое подавление венгерского восстания в 1956 году, строительство Берлинской стены в 1961 году и подготовка к вторжению в Чехословакию в 1968. Но для Москвы это осквернение не только одного военачальника, но и всей роли России в победе над нацизмом. В начале весны мы и писали, что это может вылиться в международную проблему. И вот в начале лета она уже вырисовывается. Это совершенно понятно в условиях, когда российское министерство обороны предлагает законопроект о мерах против лиц, которые участвуют в поругании памятников русским военачальникам и исторических событий, а также санкции, запрет на въезд в Россию, арест имущества в России. Пока причин для паники нет. Чехия для Москвы не приоритетная цель. Скорее являются Украина, споры вокруг памятников и названий юлиц, прибалтийские государства и Польша, споры вокруг памятников в честь освобождения от нацизма, а также те, на которых есть запрещенные коммунистические символы. На этом фоне споры за объяснительные таблички на памятнике маршалу Каневу просто теряются. И тем не менее Россия готовит закон, который станет тяжелой дубинкой в ее руках и пригодится даже при незначительных спорах с другими странами. Что из всего этого следует? По сути только то, что мы уже знаем, что Москва отстаивает не сами памятники, а неприкосновенность собственной версии истории, свое право на благодарность за кровь, политую ее солдатами весной 1945 года, и за все, что последовало за этим во имя Сталина и его имперской политики. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.